Чемпионат Беларуси по спортивной борьбе с 12 по 16 января принимал Солигорск. И в начале борцы вольного стиля, затем представительницы прекрасного пола и, наконец, греко-римляне, выявляли сильнейших в различных весовых категориях. Сразу отметим, что у женщин первые места завоевали воспитанницы Мозорской школы борьбы Виктория Волк и Надежда Буланная в весовых категориях до 53 и 59 килограммов. Соответственно, про эти достижения мы подробно поговорим в свое время, как и про второе место борца греко-римского стиля в весе до 87 килограммов Радика Кулиева. Сейчас же все внимание победе весовой категории до 82 килограммов. Воспитанника специализированная детская и юношеская школа Олимпийского резерва, Мозорского нефтепроватывающего завода «Жемчужина Полесья» и тренера Николая Васильевича Тройникова Станислава Шафаренко. Мы планировали, что он должен быть в финале и бороться, и оставить в этой весовой категории, так как он уже и выигрывал этот чемпионат где-то полтора года назад. Сейчас он повторил этот успех и выступил по своим возможностям на сегодняшний день. Есть, конечно, проблемы в борьбе, особенно партерной борьбе, но это надо исправлять после всего, что мы увидели. В этом году Стас может бороться в своей весовой категории до 82 килограммов на любых соревнованиях. Но вот в плане олимпийских перспектив для поездки в Париж 2024 надобно переходить в одну из тех категорий, какая представлена в программе главного соревнования современного спорта. Ну да, 82 килограмма его весовая категория. На 87 ему еще рано туда где-то рассчитывать, потому что там свои уже кандидаты и на отбор на Олимпиаду, и на Европу-Мир. 82 килограмма на сегодняшний день – это реально его весовая категория. Я думаю, что вот он будет в ней бороться. Европа-Мир тоже рассчитываем, что он попадет туда. Отметив личного тренера Станислава Малик-Андежаевича Скендарова и наставника, который секундировал Шафаренко на чемпионате Джавида Шакирыча-Гамзатова, зададим еще один вопрос первому наставнику жемчужного чемпиона о подрастающем поколении достойной смене борцов греко-римского стиля с дюшор «Жемчужнополиси». Это юноши, которые уже наши учащиеся занимаются и готовятся к ближайшим. Это первенство области, спартакиада среди спортивных школ она уже прошла. Следующая – это только зимой. Нацеливаемся на спартакиаду школьников. Отметив персонально Константина Мазуркевича, Ярослава Ахвака, Александра Кузьменко и Назара Назаренко, пожелаем новых достижений воспитанникам отделения греко-римской борьбы из дюшор Мозорского нефтепроводящего завода «Жемчужнополиси» одной из лучших спортивных школ нашей страны.